Рекламно-информационная программа. Почему именно оно на сегодняшний день является наиболее приемлемым способом приведения коммуникаций в надлежащее состояние? Мы, как я уже говорил ранее, серьезно рассматриваем вопрос о выходе. Слава Богу, в Кирове власти и депутаты нас слышат и поддерживают. Наверное, это только говорит об одном, что та программа, которая была филиалом представлена и над Думой, и во власти, она адекватна и способна решать те проблемы, которые существуют. Там также практически все сети распределительные не наши, они муниципальны. И там та же самая проблема. Но мы не можем по закону не в свое имущество тратить деньги. Потому что деньги, которые нам дают в виде тарифа, оно дается на конкретные километры и на конкретную собственность. Поэтому, да, текущую дырку залатать мы можем, но переложить чужую собственность мы не можем. Существенные конструктивные изменения. Это связано вот тот самый механизм, который мы и предлагаем, что альтокотельная, что концессия, она дает, в общем-то, возможность заниматься реконструкцией сетей, как своих, так и муниципальных. Вот в чем принципиальная разница. Если говорить про тот механизм, который мы обсуждаем, да, это 35 лет и 17 миллиардов инвестиций. Ежегодно 400-600 миллионов. Мы полагаем, что этот объем работ, а он у нас поименный. То есть мы, по сути, знаем каждый объект, каждой сети трубопроводов, которую мы собираемся делать в каком году и в какой последовательности. Поэтому надеюсь, что эту работу мы также завершим, заключим соответствующее конституционное соглашение и за следующего года уже сможем кратно и так увеличившие объемы, мы также на 30% увеличили объемы вложений в Кировскую область по нашему решению с губернатором и в следующем году увеличить темпы, тренды на надежность и на качество подачи теплоснабжения. Второй вопрос. Председатель управления ПАОТ и Плюс Денису Паслеру связан с будущим компанией «Вятка Торф» – добычей и использованием торфа для получения теплоэнергии. Да, это одна из компаний нашей группы. Вы знаете, что наша Кировская ТТ-4 является крупным потребителем данного вида топлива. Мы считаем, конечно же, его и считали, и считаем экономически эффективным. Ну, я уверен, что не поменяется наш взгляд на эту ситуацию в ближайшем будущем. Поэтому, считаем ли мы это экономически эффективным, считаем. Нужно ли дальше развивать эту историю? Ну, конечно, нужно. И это все-таки больше программа, наверное, муниципальных, региональных и федеральных властей по развитию альтернативных видов топлива, потому что он экономически эффективнее и дешевле, самое главное. Мы, со своей стороны, те потребности, которые будут формироваться и будут возникать, готовы к полному объеме исполнять. Ну, компания работает, сотни миллионов налогов платит, миллионов 150-200. Работает штат людей. Ну, и мы не видим в этом никаких соответствующих проблем. Будем и дальше работать. Ну, и поставлять и как на свои объекты, так и на муниципальные, и региональные, которые сегодня работают на этом виде топлива. И, соответственно, соглашение мы туда поставляем. Далее на вопросы журналистов отвечал руководитель кировского филиала «Т-Плюс» Сергей Береснев. Начал он с общей оценки текущего отопительного сезона и подведения итогов ремонтной кампании. Пока отопительный сезон проходит ровно. Наши объекты генерации подготовлены к отопительному сезону. Сделан запас, необходимый запас. Мазута каменного угля. Наши торфяники тоже нам помогли. Они добыли даже больше, чем было запланировано в этом году. С торфом тоже все ровно. По газу договоры заключены. Газпром подтверждает объемы, может быть, даже больше, чем в следующем году. Так что здесь, наверное, нам опасаться чего-то не стоит. Тем более мы в текущем году достаточно внимательно подходили к реконструкции наших объектов. И по объектам генерации вложено по программе ремонтов и ТПИР, техперевооружения, практически миллиард сто миллионов рублей денежных средств. То есть работа была проведена очень значительно. Продолжает нас держать в тонусе состояние тепловых сетей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции Денис Владимирович говорил достаточно много. Муниципальная сеть, ну, как бы цепочка она понятная. Муниципальные сети, недофинансирование, недоремонт плюс старение, все приводит к повышенной повреждаемости. Дефекты. Дефекты были, дефекты есть, но сейчас те дефекты, которые появляются, пытаемся устраняться в 12 часов, но не более 24 часов. То есть отключение кратковременно. То есть, может быть, даже вы не знаете или кто-то еще не знает, кто находится на рабочем месте. Дневное отключение, вечером, когда вы приходите домой, уже у вас есть и горячая вода, и отопление. Никто не заметил, что было какое-то отключение. Для нас самое важное, вот, работать именно так, чтобы никто не заметил, что есть какие-то ненормативные режимы. Хотя мы дефекты видим, дефекты у нас плановые, в плане стоят, каждый дефект определен. Если что-то определяем в день, то мы и пытаемся устранять в ближайшее время. Сегодня работу ведем по поселку Костино, по горячей воде. Там 13 домов у нас отключены на сегодняшний день. Так что, я думаю, что к вечеру уже горячая вода восстановится. В целом, опять же, мы готовы к серьезным морозам. Так что, объекты генерации, но я думаю, что теплосети тоже подготовлены в этом году достаточно здорово. Если говорить про теплосети, опять же, чуть шире, программа ремонтов, программа реконструкции. По программе техпереооружения мы поменяли 11 километров сетей. По программе ремонтов мы вот на сегодняшний день поменяли уже практически 30 километров. 28,6 на сегодняшний день. 30 точно будет до конца текущего года, календарного года. Суммарно 40 километров сетей это существенно выше, чем в предыдущие годы. Взять, наверное, 14-15 годы. Это, правда, выше, чем в те годы. Мы уже 2,5 года вкладываем денежных средств больше, чем предусмотрено в тарифе. И Денис Владимирович об этом тоже сказал. О том, что это была отдельная просьба губернатора для того, чтобы выполнить все необходимые мероприятия, для того, чтобы поддержать эти сети. Но это год для нас, наверное, тоже решающий. Мы показали о том, что мы можем устранять дефекты, мы можем перекладывать сети на сложных участках. И мы готовы к большему объему инвестиций. Самостоятельно мы готовы вкладывать в эти сети. Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы возвратность вложенных средств была гарантирована государством. Это и предусматривает концессионное соглашение. Единственное ключевое, наверное, отличие концессии от договора аренды – это все-таки гарантированность возврата денежных средств, которые мы вкладываем. Потому что сети также остаются муниципальными. В отличие от того договора аренды, который у нас заключен, практически никакое. Ключевой момент – это возвратность. Сергей Александрович, расскажите подробнее о подготовке к работе в условиях морозов. Есть ли риск повторения ситуации января 2017 года, когда в квартирах многих кировчан резко похолодало? Первое. После тех двухгодичных холодов мы в прошлом году провели серьезное вложение в объекты генерации, а в частности в пиковые загрянные котельные, которые находятся как на Т-4, так и на Т-35. Здесь пиковые загрянные котлы были поправлены практически все. То есть каких-то нештатных ситуаций мы не ожидаем. В этом году все котлы опробованы на основном резервном топливе. Я уже говорил о том, что и по топливу у нас все ровно. Но вот здесь, наверное, экспертиза промобезопасности позволяет нам говорить о том, что действующим составом оборудования мы пройдем без каких-либо ограничений. Сказать что-то еще, на самом деле система была спроектирована, разработана достаточно давно, но мы видим, что нагрузка, которая сегодня есть на город Киров, она, наверное, не наверное, а точно, она даже ниже, чем мы готовы отпускать на город Киров. Потому что часть промпредприятий перешла на собственную генерацию. Так что здесь вопросов никаких нет. Остается у нас как раз смотреть на то, что готова ли система к приему теплоносителя. Вопросы у нас есть. Не так давно у нас приезжали эксперты Ростепло. Это всероссийская организация, руководитель которой президент Ростепла Семенов принимает участие в комиссии Минэнерго по утверждению схемы теплоснабжения муниципальных крупных городов. Он сделал такое же заключение, о чем и мы говорим муниципалитету. О том, что система разрегулирована. Те дома, которые непосредственно находятся на сети, если их никто не регулирует, то они могут пропускать через себя больше объем и перепуская в обратку. То есть снижая расходы на хвостовых потребителях. То есть надо зажимать в лес лежащих, для того, чтобы перепады появились у хвостовых. Вот эту работу мы вместе с Семеновым выходили в администрацию города Кирова. Еще раз он докладывал, что видит по городу Кирова, что необходимо сделать. Эту работу точно необходимо делать. Управляющим компаниям, насколько я в курсе, такие указания от администрации города поступили. Сейчас надо проконтролировать, все ли управляющие компании отработали по этой части. То есть мы говорим о том, что процесс регулировки должен быть. И тепловая инспекция, которая есть у энергосбыта, она, естественно, тоже нам в этом вопросе помогает. Она говорит, где как раз источник разрегулированности в этой сети появляется. Не хочу сказать о том, что если не отрегулировать, что произойдет что-то плохое, потому что на станции у нас есть резерв по повышению расходов, то есть мы расходами можем покрыть вот эту неэффективность в домах, для того, чтобы протолкнуть теплоноситель до конца. Но по-правильному, для того, чтобы снижать наши расходы, в том числе расходы на электроэнергию, на насосах сетевых, необходимо регулировать внутри. Опять же, чем меньше мы тратим, тем меньше этот тариф, который мы просим. То есть это прямая зависимость, это надо делать всем. Но кроме этого, есть положение правил технической эксплуатации. На каждом тепловом узле должны стоять регуляторы температуры по ГВС. Это тоже у управляющей компании не везде создано. И у кого-то есть перетопы по горячей воде. Это мы опять же выявляем, опять же сообщаем. Вот тут предстоит работать много. В какой стадии сейчас находится вопрос заключения концессионного соглашения? Мы обсуждали экономические модели, мы обсуждали инвестиционную программу. После обсуждения этих историй мы выходили на городскую думу с ходатайством, с предложением для депутатов городской думы по одобрению, по согласованию, наверное, передачи в концессию теплосетевого комплекса муниципального. Мы решение депутата приняли. После этого мы ожидали установления индексов на 2019 год. Индекс по Кировской области был установлен на уровне, индекс роста на уровне 2,8%. Это установлено постановлением правительства Российской Федерации. После этого мы сейчас проходим процедуру получения тарифа на следующий год. И планируем до конца декабря месяца, как это и было заявлено, подать инициативную заявку на переход на концессионную модель работы с тепловыми сетями. Вот, наверное, то место, где мы сейчас находимся. Сейчас ожидаем хотя бы приблизительно расчет, какие тарифы у нас будут. Будет ли нам достаточно для того, чтобы ремонтировать тепловые сети, хотя бы просто ремонтировать, не говорим про инвестиции сейчас. И далее следующий шаг – это наша консессионная заявка. До конца этого года мы планируем это сделать. После того, как администрация принимает нашу заявку, мы подаем заявку инициативно. Администрация должна рассмотреть эту заявку 30 дней. Далее 45 дней эта заявка должна находиться на сайте, если вдруг появляются иные организации, которые готовы по таким же моделям отработать по тепловым сетям города Кирова. Плюс 45 дней. Далее 10 дней на принятие решения подписания концессионного соглашения. Далее мы выходим в Министерство энергетики и ЖКХ по утверждению инвестиционной программы на 2019 год. Это, я так понимаю, что это уже первый квартал следующего года. И начиная с конца мая мы начинаем уже вкладывать в тепловые сети в большем объеме после утверждения инвестиционной программы. То есть после утверждения инвестиционной программы еще РСТ должны принять решение, будет превышение индекса или не будет сверх предельного. И мы работаем по концессионной системе. Вот такой порядок. Прописываются две обязательные истории. То есть первая история – сколько денежных средств мы должны вложить. утверждается инвестиционная программа. Вторая история – прописывается о том, что какая финансовая модель у нас закладывается. За счет каких средств мы должны получить возвратность. Если нам не предусматриваться на каком-то этапе, допустим, такой же 2-2,5% рост в пределах постановления правительства Российской Федерации, то, что нам отведено, тогда правительство Кировской области нам за счет субсидий компенсирует вот эту недостающую разницу. То есть концессионер в этом плане, он защищен тем, что если не будет роста конечного тарифа, значит, это будут отдельные выплаты правительством Кировской области. Это страховка. Это правда страховка. Все мы прекрасно понимаем, что тема роста тарифов ЖКХ крайне болезненная. Уровень доходов жителей Кировской области невысок. Особенно это касается пожилых людей. Ну а сети-то менять надо. Возможно, чтобы снизить нагрузку и на кировчан, и на концессионера, есть дополнительные варианты. Конечно, вот не знаю, слышали вы раньше или не слышали, но на самом деле мы пытались донести слова Дениса Владимировича Паслера, которые он произнес на Российской энергетической неделе. Это всероссийское мероприятие о том, что на самом деле ситуация в ЖКХ, она требует создания еще приоритетного национального проекта именно в этой сфере. Потому что город Киров, Кирово-Чепецк – два ключевых города, где сосредоточено население Кировской области. Но тем не менее, население проживает и во всех муниципальных образованиях Кировской области, где состояние инновационного оборудования, состояние тепловых сетей тоже оставляет желать лучшего. И отсюда и неплатежи идут под спочки всей. Они не платят за газ, они не платят за электрическую энергию, дни платежи на нас транслируются. Конечно, это такая тупиковая история. И далее потери повышаются, эффективность понижается. Что люди получают? Получают высокие тарифы. Если говорить, кстати, можно анализ такой провести, недавно мы смотрели, федеральная антимонопольная служба каждый год публикует рейтинг субъектов Российской Федерации, у кого какие тарифы. И мы находимся среди 85 субъектов. Мы были в прошлом году на 65-м месте, в этом году на 64-м месте. Все кричали о том, что какие-то индексы были, не были в прошлом году. Мы передвинулись всего на одну позицию относительно предыдущего года. То есть как были в хвосте по уровню тарифов, так и остались в хвосте по уровню тарифов в целом по Кировской области. И повышение эффективности объектов генерации, малой генерации, она реально требуется. У нас в городе Кирове 21 муниципальная котельная. Сейчас их стало чуть меньше. В этом году мы отработали, и три котельня были как неэффективны, и закрыты. Часть переведена на централизованную систему теплоснабжения. Часть закрыта полностью, которую отапливали нерабочие объекты бюджетной сферы. Так что есть еще точки приложения наших усилий, и это мы планируем сделать в рамках конституционного соглашения. Сергей Александрович, если коснуться вопроса экономии теплоэнергии и, соответственно, уменьшения платы за нее, какие тут возможности есть у горожан? Мы об этом говорили много. У нас встречи со старшими по домам были. Об этом технические специалисты сбыта каждый раз говорят на этих мероприятиях. Рига, когда стоял на такой же грани, когда точно нуждалась в перекладке, массовой перекладке тепловых сетей, они параллельно еще устанавливали индивидуальные тепловые пункты, переходили на ИТП. ИТП погодозависимые, экономили ресурс. Когда жильцы внутри дома сами определяют, жарко или холодно, чтобы форточки не открывать, а потреблять ресурса меньше, то первое – это установка приборов учета, чтобы понимать, сколько люди потребляют. Второе – это установка ИТП внутри и экономия ресурсов по кругу. То есть это утепление чердаков, подвалов, это закрытие дверей, это утепление окон на лестничных площадках, это комплекс мероприятий, тогда дом экономит. То есть в принципе мы говорим о том, что, наверное, инфляционную составляющую вообще в Российской Федерации исключить нельзя. Для того, чтобы люди платили столько же, сколько в прошлом, в предыдущем году, необходимо просто заниматься экономией ресурсов. Мы видим, что есть и в России хорошие примеры. Микрорайон академический в Свердловске. То есть это как идеальный пример, где снимают тепло даже с уходящих вентиляционных газов. По вентиляционной шахте уходит теплый воздух, снимают тепло еще и отводы. То есть здесь, конечно, интересно, чем выше тариф, тем больше желания у жителей сэкономить, тем больше возможности у энергосервисных компаний прийти и сказать о том, что вы платить больше не будете. Давайте мы предложим вам перечень мероприятий, это здорово. Конечно, не все старших по домам подкованы. Я слышал недавно, в том числе и в СМИ прозвучало, какой-то один из старших по домам говорит о том, что если мы будем снимать показания приборов учета внутри дома в один день, какое-то там 29 или 30 число, то мы будем платить меньше ничуть. Напомню, что вы слушаете программу, которая подготовлена по итогам пресс-конференции, проведенной компанией Т-Плюс 11 декабря. Продолжение через полторы минуты. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Возвращаемся к пресс-конференции компании Т-Плюс. Вопросы на ней прозвучали и в адрес директора кировского филиала «Энергосбыт-Плюс» Юрия Коромыслова. В частности, Юрий Борисович прокомментировал тему очередей в офисах компании. Приход клиентов очень большой, и он у нас традиционно и раньше был, и сейчас это после выставления квитанции. Если посмотреть квитанцию, ну вы, наверное, все оплачиваете коммунальные услуги, разобраться с ней достаточно сложно. Сложно, потому что само законодательство таким образом регламентировало все эти расчеты, что там должны учитываться не только индивидуальное потребление, но еще и вообще домовое потребление. Поэтому расчет на самом деле сложный. Объем информации, который требуется для расчетов, тоже достаточно большой. Это и данные по приборам учета, как индивидуальным, так и по общей домовым. То есть это в совокупности всех действий не только там со стороны с бытовой компании, но и со стороны управляющей компании, ТСЖ, ну и самого гражданина. И если вот это все не срастается, то есть своевременно не предоставляется информация, или у нас отсутствует, получается как раз вопрос, который возникает у граждан. Почему мне так начислить? Почему мне по среднему начислить? Почему мне не учли показания приборов учета? Были проблемы с платежными агентами, которые вовремя не передавали данные или не перечисляли там деньги. Вот это все в совокупности и вызвало достаточно большой объем вопросов у граждан. И они, соответственно, после выставления квитанции приходят в наш офис. Что мы для этого предприняли, чтобы все-таки вот этот пик обращения граждан как-то каким-то образом снизить? Дополнительный персонал мы все-таки набрали. Основной у нас приток клиентов это Киров, Кирово-Чапецк. Ну и здесь самый большой объем услуг, который мы считаем, это тепло, электрика, по Кирово есть часть вода, по Кирово-Чапецку вода, 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 то есть большой объем услуг. Поэтому мы набрали дополнительный персонал. В этом месяце вместе со Сбербанком открываем дополнительные офисы, то есть на территории Сбербанка будут открыты два дополнительных офиса. Один на ЛЭПС-4, это в городе Кирове, и в Чапецке Луначарского-9. Совместно с Кировской теплоснабжающей компанией там еще организован прием клиентов. Кроме набора дополнительного персонала мы увеличили объем персонала в контакт-центре, чтобы все-таки люди не приходили в офисы, а могли получить своевременно там консультацию через контакт-центр. Уже последний месяц показал, что там пики все равно есть, когда ожидание достаточно длительное, но вот уже последний месяц показал, что ожидание там было минимизировано. Максимально достигало 50 минут. Если поработать... 10. Да, это максимально. 10 минут максимально. Две минуты это такое стандартное ожидание было. Если сравнить с работой других контакт-центров, то из своего опыта знаешь, что там в контакт-центре звонить операторов сотовой связи или там банков, это ожидание там в разы больше. Наши онлайн-сервисы, мы тоже... Ну вот приходящий клиент с чем был очень обусловлен? По оплате за отопление и за горячую воду в наших офисах не берется комиссия. Если платишь через платежного агента, комиссия берется сверху. На этот месяц мы приняли решение, что платежи через наш сайт будут без комиссии. То есть там, соответственно, тот банк, который обеспечивает эти платежи, мы комиссию берем на себя. То есть в этом месяце клиенты могут оплачивать без комиссии, без прихода в наш офис. Ну и те способы, которые позволяют клиентам не приходить в офис, а решить свои вопросы, они все остаются в том же контакт-центре. Не обязательно даже дозваниваться. Показания можно передать через автоматический набор. То есть там можно или набирать цифры, или вообще голосом продиктовать. Это первый раз достаточно сложно пройти, потом процесс автоматизироваться. То есть передача показаний можно не приходя в офис, оплатить можно не приходя в офис. Замену приборов учета, заявку по электроэнергии можно оформить точно так же через сайт, не приходя в офис. То есть все это можно сделать дистанционно. Стараемся, чтобы минимизировать обращение клиентов в офисы всеми возможными способами. Постоянно какие-то вопросы возникают. В прошлый месяц возник вопрос при оплате через Сбербанк онлайн не проходили платежи. У нас 10 знаков лицевой счет у Сбербанка 11. То есть впереди на обла ноль поставить. Ну, трудно догадаться, потому что там ни пояснений, никаких разъяснений не было. С Сбербанком обсудили, в этом месяце не требуется там ноль добавлять. То есть какой есть лицевой счет, тот указывает, и, соответственно, платеж пройдет через Сбербанк онлайн, вопросов не будет. Ну и рекомендуем сразу не приходить, конечно, в наши офисы, потому что вот буквально в прошлый месяц это был пик 5 дней. 5 дней столпотворения, потом уже офисы работают в более спокойном режиме. И все-таки, что является причиной того, что кировчане вынуждены массово идти в офисы «Энергосбытплюс», дабы получить разъяснение по своим платежкам? Первоначально, когда летом мы реализовывали переход на единую нумерацию лицевых счетов, это вот была такая отправная точка, когда на самом деле, наверное, были там технические сбои, связанные с программным там обеспечением. И, по сути, мы пожинаем плоды вот этой ситуации, еще летние. Те ошибки, которые возникли там в летний период, они вызвали обращение клиентов. Обращение клиентов было большое, их надо было просто отработать, исправить те ошибки, которые были, видимо, в базе данных. И количество вот как раз дополнительный прием операторов в том числе позволит это более быстро отрабатывать, внести изменения и, соответственно, войти потом в плановый режим. То есть уже после того, как снизится количество обращений, соответственно, ну уже и мы быстрее будем выставлять там квитанции, быстрее делать расчеты. Люди будут квитанции получать там более ранний период. Надо просто это, если по-простому сказать, разгрести. И, наконец, тема задолженности за тепло и электроэнергию, которая влечет за собой массу проблем. Сумма задолженности продолжает расти. Это вопрос тоже самое тех ресурсов, которые можно было бы там использовать на ремонт и на эксплуатацию. Дебиторская задолженность у нас составляет 3 миллиарда 75 миллионов рублей. Ну и здесь больше объема месячного начисления. Вот если по тепловой энергии там 3,300, то просроченные 2,800. То есть здесь 3,075, просроченные 2 миллиарда. То есть у нас почти в месяц там миллиард начисления. Процент собираемости по электрической энергии он там в течение года более стабилен. По 10 месяцам он у нас составил 96,07. Прирост достаточно существенный произошел за 10 месяцев. Но мы видим проблемы по этому году в чем точно так же районное предприятие ЖКХ и управляющая компания это 101 миллион рублей. Население, но тут такая же ситуация, мы перешли на прямые договоры 115 миллионов рублей и бюджет. Здесь у нас как раз то же самое от СЖКУ предприятие Министерства обороны там 13 миллионов рублей. А если с точки зрения крупных должников, то по этому году у нас самый крупный должник это группа предприятий Кировской биохимзавод. Уже задолженность более 330 миллионов рублей. Уже полтора года мы с ними в судебных тяжбах. На сегодня там назначена экспертиза в СЁКИ мы надеемся, что уже в начале следующего года мы получим по отношению к Кибиху и в Восточной энергетической компании исполнительные листы. Там есть еще работа ведется по процедуре банкротства региональной энергосетевой компании это их прослойка, которая имела договор в определенный период. Там также перспективы мы оцениваем, что результат СЁКИ будет достигнут. Если смотреть по муниципальным образованиям, по предприятиям ЖКХ, здесь у нас очень стабильный. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки главы этих муниципальных районов и городов обратили все-таки внимание на то, что из года в год ситуация по ним не меняется и долги достаточно большие и все-таки также, наверное, отнеслись как и кировский филиал ПАО-Т-Плюс, что надо и в котельное вкладываться, и в объекты водоснабжения вкладываться, и тепловые сети, потому что в основном это предприятия тепло- и водоснабжения приносят наибольшую задолженность. Это у нас Верхнекамский район, долги 67 миллионов рублей, город Рядские поляны 69 миллионов рублей, зато Первомайский 27 миллионов рублей, город Слободской 29 миллионов рублей, Слободской район 23 миллиона рублей, Уридический район 16 миллионов рублей, Лусский район 18 миллионов рублей, и Юрианский район 13 миллионов рублей, но еще Белохолуницкий 12 миллионов рублей. В свою очередь по управляющим компаниям идет снижение, потому что, да, мы уже им не начисляем в таком объеме, там снижение минус 196 миллионов рублей. Если смотреть по прочим, там бюджет и прочие потребители, там суммы незначительные, там вообще прироста практически нет, в основном у нас там проблемное предприятие, это федеральное от СЖКУ, ну, которое обслуживает Министерство обороны. А если оценить вот по этой дебиторке из 3 миллиардов 302 миллионов, то самые крупные должники, то у нас остается первоначальное название, это была УК Октябрьского района города Кирова, потом они стали Актив Комфорт ОР, теперь они уже называются АКОР, там 419 миллионов рублей, это вот задолженность за тепловую энергию. УЖХ 132 миллиона, ну, тут, по-сам, все управляющие компании, городской жилищный комплекс 53 миллиона, УК на Авиацк 47 миллионов, ТСЖ Заречная ДСК 43 миллиона рублей. Как мы боремся с этими управляющими компанией? Ну, на сегодня это понятно взыскание из полупроизводства, но и все-таки мы в большем уже степени практикуем банкротство. Иницируем процедуру банкротства, чтобы разобраться и куда деньги выведены были, почему до нас не дошли, ну, и с точки зрения там субсидиарной ответственности, как директоров управляющих компаний, так и их учредить, то есть добраться уже до конечных бенефициаров. Если так вот оценивать в целом по населению, ну, мало наработано у нас еще по тепловой энергии, примерно считается, что все-таки 70-80 процентов платят в следующем месяце за расчетным исправным. Так, процент по населению мы считаем по году, если смотреть, мы же работаем все равно с должниками информированных о задолженности, судебные приказы подаем, с приставами в рейды ходим, это 98 процентов, которые мы достигали по Кирово-Чапецку последние годы, где у нас прямые договоры уже несколько лет. На этом передача завершается. Напомню, что на вопросы отвечали председатель правления ПАО Т-Плюс Денис Паслер, директор кировского филиала Т-Плюс Сергей Береснев и директор кировского филиала Энергосбыт Плюс Юрий Коромыслов. До свидания.